Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Это видео будет посвящено запаху пота и того, как от него избавиться, прежде всего натуральным способом, потому что я человек, который в последнее время очень и очень деликатно относится к своему телу, очень и очень стал внимательным к тому, что попадает на мою кожу, а также на кожу моих детей. Соответственно, я расскажу вам о четырех средствах, которые очень и очень хорошо работают, которые достаточно безопасны, очень и очень эффективны. И первое средство – это сода. А о том, что сода убирает запах пота, я узнала от своей зрительницы, которая под одним из видео про соду написала мне Яну «Сода убирает запах пота». Очень долго я не могла попробовать, потому что у меня был, как я много раз рассказывала, мой любимый дезодорант, который избавлял меня вообще от потаотделения на несколько дней. Я всем была довольна. И тогда я не была столь внимательна к тому, что, в общем-то, попадает на мою кожу. Также еще и потому, что я думала, что ну уж с запахом пота, резким запахом пота, который знаком каждый, я думаю, из нас и каждому из нас, но ничто не может справиться так эффективно, как дезодорант, который специально для нас разработали. И тем не менее, самая обычная сода, нанесенная на почти влажные подмышки после того, как мы приняли душ, либо разведенная с небольшим количеством, просто во влажные ладони, прежде всего для того, чтобы она осталась на коже, чтобы не осыпалась сода, в небольшом количестве, нанесенное на подмышечные впадины, избавит вас от запаха пота на целый день. Совершенно точно. Лайфхак работает. На 12 часов хватает это точно. Второе средство. Оно также эффективно, но я думаю, что почему-то оно доступно меньшему количеству людей, потому что речь пойдет о перекиси водорода. Она не у всех есть дома, но ее очень просто купить, прежде всего, в маленькой распасовке, в самой обычной аптеке. Перекись водорода подойдет всем любительницам черных свитерочков, каким любителем являюсь я. Я очень люблю черный свитер. И несмотря на то, что соду очень просто очистить со свитера, когда мы надеваем, и частично сода остается, тем не менее, конечно же, тратить на это время не очень хочется. Могу сказать, что перекись водорода – это тоже прекрасный способ натуральный. Более того, что перекись водорода, что соду, как говорят многие авторы здесь на ютубе, полезно втирать именно в подмышечные падины, потому что мы имеем близость к лимфоузлам. Соответственно, очень хорошо там вообще массировать хотя бы иногда. Ну и, соответственно, втирать средство такое, как сода, которое является щелочным, которое может ощелачить нашу кожу. Я думаю, что многие знакомы с аргументом «закисленный организм», «закисленная внутренняя среда» и, соответственно, с тем, что ее необходимо ощелачивать. Так вот, очень многие считают, что и кожа наша имеет кислый pH, прежде всего, потому что она избавляется от того, что мы производим. Соответственно, кожа – это еще одна почка. И делать таким образом ощелачивание местное, прежде всего, подмышечных спаден, очень многие считают полезным. Также, как и очень многие, считают полезным, здесь, конечно же, отсылка всех, кто хочет этой темой интересоваться, профессору Нему Малакину, считается полезным, ну хотя бы частично, хоть какую-то часть тела протирать перекисью водорода. И тем более, когда речь идет, опять же, о близости к лимфоузлам. Соответственно, обработка подмышечных паден перекисью водорода, 3-процентной либо 6-процентной, я пока не усвоила разницу. У меня 3-процентная перекись водорода считается тоже очень-очень полезным. Но в контексте этого видео – это просто средство, которое прекрасно работает от пота, которое стоит копейки и совершенно-совершенно безопасно. Поверьте мне, ничто не щипет, ничто не жжет, как я изначально предполагала. Третий способ избавиться от запаха пота, эффективный, при этом, ну, вкусно пахнет, по-другому не скажешь – это масло чайного дерева. Я маслом чайного дерева в особенности люблю пользоваться именно летом, потому что я часто прихожу к бассейну, где есть мои соседи. И, соответственно, мне нравится идея того, что от меня пахнет по-особенному. И этот запах, ну, безусловно, его можно назвать, если уж неприятным, то неприятным его назвать тоже никак нельзя. Масло чайного дерева очень похоже по запаху на эвкалипт. И, соответственно, то же средство, это нанесенное на подмышечные впадины, очень и очень эффективно. Единственное, что будьте осторожны, если вы любительница шелковых блузок, шелковых юбок, в принципе, да, может оставить масляный след, но могу сказать, что любое эфирное масло, а масло чайного дерева – это эфирное масло, у него совершенно другая консистенция. Да, оно маслянистое, но совершенно другая консистенция, если мы говорим просто о растительном масле и сравниваем эту консистенцию с эфирным маслом. Если мы нанесем эфирное масло и протрем его, потрем его между пальцами, то мы увидим, что в определенный момент мы его уже и не ощущаем, потому что это свойство эфирных масел. Да, масло эфирного дерева прекрасно действует, как самый безопасный дезодорант. И на четвертое место я ставлю листерин. Часто мне пишут, Яна, какой листерин должен быть? Листерин классический, но классический листерин, насколько я поняла, зрителям сложно найти. Есть листерин с добавками, есть листерин с мятой, есть листерин антибактериальный, какого только листерина сейчас нет. У меня был классический листерин, это такая практически бирюзовая жидкость, и могу сказать, что он совершенно, этот листерин классический, исчез из продажи. У меня такое ощущение, что его и не произволят. Поскольку я покупала 5-литровую расфасовку листерина, она до сих пор у меня еще осталась, я ничего не могу сказать, действует ли листерин с добавками таким же способом. Но подойдет вам только листерин, другое ополаскивание для рта вам не подойдет. Если вы почитаете ингредиенты, вы увидите, что там другой состав. Нужен именно листерин, а не просто ополаскиватель. Я не знаю, возможно и просто ополаскиватель, поскольку у всех у них антибактериальная функция, у этих ополаскивателей, также у листерина. Возможно и просто ополаскиватель подойдет как средство от запаха пота, потому что мы понимаем, что запах пота, это опять же благодаря тому, что определенная среда создается на нашей коже, в том числе и с бактерий, которые и выделяют этот запах, точнее усиливают неприятный запах. Соответственно, возможно, самый обычный ополаскиватель, если у вас есть ненужный, вы можете попробовать. Но изначально рецептура, скажем так, натуральный дезодорант – это листерин. Однажды на заре моего канала зрительница написала, что листерин дал ей большое раздражение. Поэтому имейте в виду, у меня никогда раздражение не случалось. Листерином пользуется как дезодорантом, в том числе дезодорантом для ног мой старший ребенок, на протяжении последних 4, ну, наверное, может быть, 3 лет, а может быть, 4 лет. Также, соответственно, никогда никакого раздражения не было ни у меня, ни у человека семьи. Ну и последнюю вещь скажу, последний лайфхак – о том, как избавиться от неприятного запаха в обуви. Я, как мама троих мальчишек, могу сказать, что иногда просто-таки не могу находиться в той зоне, где мои дети разуваются, настолько там неприятный запах. Проблема решается на раз-два, если вы непосредственно на стельку посыпите небольшое количество соды. Да, сода должна там остаться. Это, возможно, не очень приятно и удобно, но могу сказать, что если сода будет насыпана, периодически вы будете ее высыпать, вы увидите, что стелька всегда остается белая, потому что сода также обладает чистящими свойствами. Одна зрительница написала, что распределила соду на ковер и ушел неприятный запах. Действительно, сода собирает неприятный запах и плюс притягивает на себя грязь, сода становится другого цвета, если мы нанесем ее, допустим, на очень-очень грязный ковер, а потом соберем. Соответственно, если вы насыпаете небольшое количество соды непосредственно в ботинок, у вас и стелька всегда будет белая. Ну и если вы используете белый носок, то вы вообще никак не заметите этого неудобства. Но поверьте мне, даже самый неприятно пахнущий ботинок я проверяла, в который насыпать небольшое количество соды. Потом ребенок, допустим, эту обувь обувает, приходит, побыв целый день в этой обуви, из обуви нет неприятного запаха, что называется волшебство, да и только при этом за копейки. Поэтому вот такие средства натуральные от запаха пота, если мы наносим эти средства под мышечные падины, но можно наносить также под коленку, также на суставы, на суставы локтевые, потому что там тоже мы потеем. Я думаю, что жители жарких стран прекрасно понимают, о чем я говорю. Ну и также на паховую область, если наносить все эти средства, все без исключения эти средства, я пробовала, ничего не щипет, никакого раздражения, все абсолютно безопасно, то мы также избавимся от неприятного запаха пота действительно надолго, и соответственно будем обладать очень-очень хорошим запахом тела. Ну и тем, кто досмотрел это видео до конца, не могу не сказать, что запах пота уходит практически сам собой, и мы начинаем пахнуть приятно, действительно приятно. Более того, со мной недавно была ситуация, когда, вы знаете, я забыла сходить в душ, просто потому что, ну, ты бывает раздеваешься, приодеваешься, ты от себя запах неприятный, либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Так вот, я забыла сходить в душ, потому что я вообще забыла, когда я была последний раз в душе, у меня было собрание родительское, я вернулась поздно, поскорее переодеваюсь в детскую одежду, и знаю, что мне нужно готовить ужин, и думаю, боже мой, принять душ быстро, не принять, да вроде все нормально, не пахну, пойду сейчас ужин готовить. Так вот, запах неприятный от тела уходит, когда мы меняем питание. Хотите верьте, хотите нет, но я думаю, что многие люди, которые поменяли свое питание, и в рационе, у которых преобладает растительное питание, растительное питание, не обработанное термически, могут подтвердить, что да, проблема запаха пота, так же, как возможно, возможно, здесь утверждать не буду, проблема излишнего пота отделения уходит раз и навсегда, причем очень быстро, за какие-нибудь 10 дней, когда мы меняем наш рацион, когда мы прекращаем, либо сокращаем количество белковой еды, и соответственно, увеличиваем количество, так называемой, живой еды. Это прежде всего термически необработанные овощи и фрукты. Желаю всем вкусно пахнуть, вне зависимости от того рациона, который мы для себя выбрали. Желаю всем хорошо себя чувствовать. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok